В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Крайние мэры. Самара на минуточку город-миллионник лишилась права выбирать себе мэра. Может и трудно в такое поверить, когда 21 век на дворе, а за прямые выборы глав крупных городов выступает даже президент. Но тем не менее, как сказал бы классик, это больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле. Самое удивительное, что похороны местного самоуправления, а именно такой ярлык к реформе приклеили скептики, свершились не тогда, когда город годами жил в условиях перманентной войны между Белым домом и мэрией, а в момент полного единодушия. Финал губернаторской кампании привел в радостный трепет даже самых отчаянных оптимистов. Рекордные 91% отданные победителю Николаю Меркушкину казалось должны были развеять мифы о якобы традиционно в кавычках протестной Самаре. Но не успели остыть чернила на избирательных бюллетенях, как губернская дума сразу в двух чтениях приняла без преувеличения исторический для Самары закон. Всеобщего одобрямс не случилось. Скоропостижные перемены заставили народных избранников вспомнить такой давно подзабытый жанр, как парламентская дискуссия. Противники перемен, коммунисты из праворосы, взывали к своим коллегам одуматься и не рубить с плеча. Извините меня, я считаю, что все-таки головную боль нужно решать лечением, а не гильотиной, дорогие коллеги. Мы сегодня будем голосовать против. Мы выступаем за прямые выборы. Мы считаем, что проблему местного самоправления все-таки нужно решать путем бюджетной, финансовой самостоятельности, а не решать отмены выборов. Мы хороним местное самоуправление. Мы никаким образом не хороним местное самоуправление, потому что каждый из депутатов представляет собой, ну, по крайней мере, в Самаре 25 тысяч жителей. И они как выборщики выступают. И в данном случае это тоже народное избрание. Вы помните, когда вот эту схему, которую сейчас вы предлагаете, работал в городе Самаре и Георгий Сергеевич был главой города, сколько он терпел здесь со стороны, с вашей стороны, со стороны губернатора Самарской области Константина Алексеевича, что он не прав и так далее, и так далее. А теперь получается прав. Вот где истина? Объясните мне. Так уж совпало, что год отмены прямых выборов в Самаре, по сути, юбилейный для избирательной системы. Вот уж действительно, ирония судьбы. В 1994 году горожане впервые сами избрали себе главу Олега Сосуева. Спустя 20 лет это право они потеряли. Нельзя сказать, что эти два десятилетия были безоблачными. Самарские мэры всегда претендовали на нечто большее, чем быть просто главными городскими дворниками и завхозами. Противостояние Лиманский-Титов, Тархов-Артиков раскрашивали в яркие краски серые будни провинциального политбомонда. Но вот сам город, в итоге оказавшийся на жесткой финансовой диете, хирел-витшал. Лет 8 назад прямые выборы в Самаре тоже хотели отменить. Думская оппозиция, мечтавшая о смещении поднадоевшего, но, казалось, вечного Лиманского, попыталась переписать устав города. Но все же была вынуждена дать ход назад. И вот теперь, когда обо всех этих политических дрязгах вспоминают, как о дурном сне, прямые выборы отменили. Где логика? – вопрошают эксперты. Если мы вспомним систему отношений Сысуева, Лиманского, Тархова с губернией, это непрерывная война. Что, конечно, очень плохо сказывалось на городе. Азаров – удивительный человек. Хотя, на мой взгляд, Николай Иванович Меркушкин несколько раз нарывался на эти конфликты, очень грубо высказываясь в адрес и персонально Азарова, и мэрии, в частности. Азаров всегда находил возможность держать себя в руках и находить общий язык. Потому что Азаров исходит из того, что, конечно, город должен работать в единстве с губернией. Мы никогда за все предшествующие 15 лет вместе взятых не имели такого количества денег, как за эти три года. Это не просто Азаровская работа. Это результат совместной работы с губернатором. Результат того, что ты можешь у губернатора и с помощью губернатора выжать из области и из Москвы. Это потрясающий факт. Хотелось бы, чтобы они с Азаровым вот так продолжали бы дальше работать. И чтобы на сенаторской своей деятельности Азаров сохранил с ним хорошие контакты. Но при этом выборность мэров надо было бы восстановить. Такая тема может возникать в введении института сети менеджеров, назначенцев и так далее. В тех случаях, она объяснима. Возникает в тех случаях, когда нет никакой уверенности, никакого доверия самой избирательной системе. Сейчас таких оснований вообще нет. Поскольку лояльность избирательной системы была доказана на только состоявшихся губернаторских выборах. Более того, мы еще оказывается, что еще дорожшими считаемся для выборов президента. А непосредственных начальников, отвечающих за уровень жизни в городе у нас, мы вдруг выбирать не имеем права. Здесь логики, конечно, совершенно не вижу. Вот это вот решение об отмене выборов крупнейшего города в Самарской области, на мой взгляд, оно непоследовательно для власти в целом. Мне она понятна, например, эта логика, да, я тоже человек достаточно как бы, как руководитель, достаточно там авторитарный, да, вот. И с учетом тех задач, которые стоят перед городом, здесь нужна очень такая четкая и прямая как бы связь. Глава региона, как главный распределитель денег на все эти нужды, да, и глава муниципалитета, который де-факто является во многом как бы, ну, тоже исполнителем вот тех задач, которые поставлены перед регионом. Поэтому логика здесь, безусловно, есть. Вот я просто считаю, что здесь самое важное, чтобы этим исполнителем оказался человек адекватный. Что касается меня лично, то я отношусь к этому, опять-таки, двойственно. Я отношусь к тому, что потерян сам институт достаточно спокойно. Я в то же время жалею, что мэром города теперь не будет азаров, потому что я считаю, что это хороший мэр. И мне кажется, что после Олега Сысуева это лучший был мэр. Мне жаль, что его как бы теперь не будет. И с третьей стороны у меня есть определенные опасения и определенная настороженность относительно того, кто же станет сити-менеджером. Теперь с легкой руки регионального парламента у города будет сразу два начальника. Первый глава муниципалитета будет избираться из числа депутатов, второй назначаемый управленец, сити-менеджер. Судьбу миллионного города решили 33 человека. 11 проголосовали против. Сам народ, жители города Самары спросили, согласен на этот вариант. Не депутатов, а самих жителей города Самары. У вас есть какие-то данные, статистика, соцопросы? У меня таких данных нет. Людям без разницы, кто будет заниматься благоустройством дворов, строительством дорог, развитием города. Всенародные избранные или назначенные, им самое главное нужен порядок. А вот действительно, что же на самом деле думает народ по этому поводу? Политики забыли его об этом спросить. В Самаре так и не случился местный референдум. Мнением горожан интересуются только журналисты и социологи. Я считаю, что выбирать в лучшем случае, потому что это важно для каждого из нас. Каждый должен нести свою лепту в этот вопрос. А назначать, ну, не знаю, это попахивает немножко таким сводничеством. Я считаю, что нет ничего плохого в том, что главу назначают. Ну, соответственно, народ потом подтверждает. Я считаю, что надо назначать. Почему? Ну, мы, как говорится, обыватели, мы же не в курсе в основном всех этих событий. А те, кто вращается в этом кругу, знают человека, знают его специфику, знают его опыт. Народ все равно как-то следит за событиями, за людьми. И поэтому, я думаю, народ должен выбирать. Конечно, выбирать. Ну, а что может быть важнее, чем мнение людей, народа? Наш город, поэтому мы и сами должны выбирать нашего мэра. Все-таки видно мэра по делам сделанному. Поэтому нужно все-таки выбирать его народу. Выбирать – это самое главное. А то, знаете, давно еще было в профсоюзном собрании. Вот уже, значит, туда выбрали, как такую команду выбрали. И нас, как дураков, собрали и объявили. Так что, думаю, золотко, лучше со мной голосовать. Почему на выборах? Потому что тогда есть возможность спроса с этого главы города как бы снизу. Ну, опять же, активность какую-то проявить может население. Мне кажется, что наше население, его нужно учить активности, политической, любви к родине, чтобы любовь к родине, она активно проявлялась. Устранить миллионный город от всякого влияния на судьбы города – это нехорошо. Мы лишаем горожан возможности какого бы то ни было влияния на городских руководителей. Помимо этого, это плохо еще и тем, что оно идет вопреки совершенно очевидно выраженному мнению горожан. Все опросы этого лета и осени говорят о том, что в городе проводившемся порядка трех четвертей горожан выступают за сохранение, сохранение, сохранение выборности мэра. Для меня основная проблема здесь является то, что не население отказалось от выборов, а его отодвинули от выборов. Это узурпация прав, несомненно. Действительно, по данным разных опросов, разных по времени опросов, где-то от 55 до 73% населения городов считают, что должны быть прямые выборы мэра. Здесь тоже нужно понимать, что в иерархии интересов, в иерархии приоритетов населения прямые выборы мэра не занимают там высоких мест. Но, несомненно, это относится к системе ценностей, и люди, горожане считают, что выборы должны быть прямыми. Федеральный закон в этом смысле дает простор для маневра, предлагая четыре варианта реформирования системы местного самоуправления. Впервые грядущий перемен анонсировал в своем декабрьском послании Федеральному собранию Владимир Путин. Тогда многие эксперты всерьез опасались, что все в итоге сведется к банальной отмене выборов мэров крупных городов. Но на своей ежегодной девятой пресс-конференции президент развеял подозрения. Все-таки мэров назначать или выбирать, или вообще отменять? Мэров, конечно, только выбирать. Мы члены Европейской хартии, но дело даже не только в этом. Дело в том, что муниципальный уровень – это самый близкий уровень власти к людям, к народу. И поэтому, конечно, это должны быть такие люди, руководители муниципалитетов, должны быть такими людьми, которых граждане знают, знают лично. И могут к ним прийти, поговорить, обсудить, высказать свою позицию. Там целый клубок вопросов. Я призвал к тому, чтобы еще раз вернуться и решить эти проблемы окончательно. Но я специально не стал предлагать каких-то решений. Я, наоборот, обратился как раз к муниципальным объединениям с тем, чтобы они сами в диалоге с руководителями регионов предложили эти решения. Я и сейчас не хочу высказывать свое мнение, потому что я просто опасаюсь, что тогда оно будет считаться окончательным и помешает свободной дискуссии. Я хотел бы, чтобы люди поговорили об этом открыто и высказали свои аргументы за или против определенных решений. Но что очень важно, это то, что я недавно встречался совсем с руководителями муниципальных образований страны. Там очень хорошие кадры. Я знаю, что их ругают больше всех. Ну и правильно, потому что, знаете, это самый передовой край борьбы за лучшее будущее. В Иркутской области, например, эти слова президента уже восприняли как руководство к действию и по инициативе губернатора сохранили прямые выборы и мэров, и глав сельских поселений. Тамошние власти заявили, так называемый институт сити-менеджеров себя не оправдал, потому как, цитата, у него очень сильна конфликтная составляющая между главой администрации и председателем думы, потому что первый слабее второго, ведь он не избирается жителями. О несовершенстве этого института, впрочем, как и любого другого, давно говорили и независимые эксперты, и чиновники, и тот же Виктор Басаргин, когда он еще возглавлял Минрегионразвития. Само понятие сити-менеджер, наемный глава администрации, который выполняет только хозяйственные функции, появилось в России в 2003 году, а массовый пик перехода на эту систему случился в 2006. Тогда новый порядок приняли 4000 муниципальных образований. К 2009 году их число выросло до 9000. Считалось, что такой вариант управления городом станет панацеей, когда глава администрации, отвечающий только за хозяйство, не будет втянут в политические игры, и это пойдет на пользу. Где-то так и произошло, а где-то, как в той же Иркутской области, это стало не лучшим решением. Ведь, по сути, власть в городе оказалась разделена. Есть глава, выбранная из числа депутатов, есть наемный управленец. И зачастую они не могут разделить ответственность, каждый тянет одеяло на себя. Если мы возьмем другие города, где такой институт существует, работает, то какой-то особая разница, скажем, в благоустройстве, мы же об этом печемся, да, благоустройство это не приносит. Уровень благоустройства городов с сити-менеджерами, без сити-менеджеров, в общем, примерно одинаковый. Этим своим шагом Николай Иванович Меркушкин взял на себя громадную ответственность, потому что это его решение. Поэтому, если какие-то будут вопросы к сити-менеджеру, да, то это будут автоматические вопросы к губернатору, да. Вот, и я думаю, что Николай Иванович, безусловно, сейчас заинтересован в том, чтобы на этом, на этой должности оказался человек, ну, человек-дела. Предполагается, что все законодательно-юридические вопросы будут решены до 14 октября, так что интрига будет недолгой. Ну, а насколько живучей и эффективной окажется новая система управления Самарой, рассудит только время. У меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся.